Музыка Переговоры относительно утверждения нового кабинета министров вышли на финишную прямую. Однако эта дистанция для участников процесса оказалась самой сложной. Сегодня бывшие союзники провели две встречи, в ходе которых обсуждался вопрос разделения должностей. Утром они еще выглядели оптимистично. Представитель Демпартии Валерий Лазар заявил, что соглашение о создании новой правящей коалиции будет подписано на днях, несмотря на повышенные тона в переговорном процессе. Либерал-демократы заявили, что участники переговоров уже коснулись деликатных вопросов. После нескольких часов перерыва участники переговорного процесса встретились вновь. Однако настроение их кардинально изменилось. Политики выглядели раздраженными, стечески пытаясь оградить себя от общения с прессой. Либерал-демократ Вадим Пестринчук лишь дал понять, что переговоры зашли в тупик. Демократ Валерий Лазар, который к вечеру уже не выглядел столь оптимистичным, также пытался ускользнуть от вопросов журналистов. Тем не менее, ему пришлось признать, что переговоры коснулись сложных вопросов. Переговоры об утверждении нового правительства зашли в тупик, когда вопрос коснулся разделения таможенной службы, налоговой инспекции и Центра антикоррупции. Горячая борьба развернулась главным образом вокруг прокуратуры. После восьмого раунда переговора участники процесса объявили перерыв на неопределенный срок. Напомним, что в Кишиневе с визитом находятся два европарламентария, которые предпримут последнюю попытку спасения разрозненного альянса. Правительство под руководством Юрия Лянко в том случае, если оно будет утверждено 30 мая, станет не проевропейским, а правительством Плохотнюка, считает лидер движения антимафия Сергей Макану. По его словам, так же как правительство Филата было подчинено интересам мафиозного клана, так и правительство Лянко станет еще более легкой жертвой для лидера ДПМ. Субтитры создавал ДПМ. Субтитры создавал ДПМ. Вместе с тем, что Блахотнюк не был пассажир, как Юрия Лянко, который не был дипломат, но не был политичан. Вместе с тем, что Блахотнюк не был не получен дипломат, но был дипломат. Лидер антимафии считает, что именно бывшие союзники несут полную ответственность за воцарившийся в стране хаос. И в последний момент, что именно в последний момент, седьмые интерприндеры итальянские в Норке. Седьмые интерприндеры, где были инвестиции итальянские деньги. И эти вещи происходят из-за хаоса, которая происходит в стране, в Амбар, в ФИСК и в остальных местах. В конце концов, это нехорошо за сейчас. 30 мая исчезает срок, когда предложенный кандидат на должность премьера должен представить парламенту состав нового кабинета на утверждение. В течение последних недель партии бывшего альянса ведут переговоры о распределении контроля над государственными структурами. После чего им предстоит и объявить, удалось ли сформировать новое парламентское большинство, чтобы поддержать правительство Лянко. Либеральная партия отказывается голосовать за утверждение нового кабинета министров во главе с Юрием Лянко. Такое решение было принято на республиканском партийном съезде ЛП. Лидер либералов Михаил Гимпус заявил, что его формирование не намерено брать на себя ответственность за коррупционное правительство. Михаил Гимпус убежден, что досрочные парламентские выборы состоятся уже нынешней осенью, аргументировав это тем, что бывший премьер-министр Владимир Филат не намерен оставаться в тени политической жизни. Михаил Гимпус обвинил бывшего главу кабинета министров в расколе либеральной партии. Сам же Владимир Филат обвинение в свой адрес опровергает. Что же касается республиканского совета либеральной партии, состоявшегося в минувшие выходные, то по его результатам из рядов либеральной партии были исключены председатели филиалов ЛП Фалежского, Дандюшанского, Ниспаринского и Бельского районов, примкнувших к группе реформаторов Иона Хадырка. Посол США в Молдове Юли Мозер раскритиковал политические события, имевшие место в последнее время в стране. Он утверждает, что наше государство отклонилось от своего демократического курса еще в середине апреля, когда в парламенте голосами либерал-демократов и демократов был утвержден ряд важных законов. Менее чем за два дня, 18 и 19 апреля, избирательный кодекс Молдовы был изменен. Назначен и утвержден в должности генеральный прокурор, утвержден срок полномочий главы Национального центра антикоррупции. 3 мая был принят другой пакет законов, обжалованный впоследствии в Конституционном суде. Создается впечатление, что демократическими нормами государства Молдовы манипулируют определенные политические силы. В этом и состоит обеспокоенность США. Уильям Мозер считает, что имидж Молдовы в глазах международного сообщества, которое сейчас обеспокоено ходом демократических процессов в Молдове, значительно пострадал. Что касается вердикта, вынесенного Конституционным судом на прошлой неделе, дипломат отметил, что Конституционный суд наряду с другими государственными институтами должен продемонстрировать гражданам, что его решения не подвластны политическим силам. Епископ Бельский Фалежский Маркел осудил отказ депутатов парламента поддержать инициативу фракции ПКРМ о подмене положений закона о равенстве шансов, обеспечивающих интересы сексуальных меньшинств в Молдове. Соответствующая инициатива была озвучена 23 мая во время пленарного заседания председателем ПКРМ Владимиром Ворониным. Глава Залимов, депутат инициатива в Молдове, депутат инициатива, 31 май 2012 Пусть Взяли 31 май 2013 Ни сегодня Нужно не introduce Я предлагаю Стоит этот проект Демонтировка Леги в Ордин Дези И цель Возвращение Стоит номинал А теи Стоит Стоит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 в соборничество ей, что это дезико от этих служителей мамонии, то есть от тех, кто contribует на противоположение или на пангарение моралии публики. Напомним, во время состоявшегося 23 мая пленарного заседания законодательного органа фракция ПКРМ предложила включить в повестку дня вопрос о внесении изменений в закон о равенстве шансов, в том числе и потому, что данная инициатива была зарегистрирована еще в конце мая 2012 года. Либерал-демократы, демократы и либералы отказались рассматривать инициативу. В знак протеста депутаты от ПКРМ покинули заседание, а председатель партии коммунистов объявил, что возглавляемое им политформирование присоединится к протестам против закона о недискриминации. Тем временем, 19 мая несколько десятков геев и лесбиянок прошлись маршем по улицам столицы. Представители нетрадиционной сексуальной ориентации поддержали многие официальные представители Европы и США, в числе которых еврокомиссар по внешней политике и добрососедства Штефан Фюли. Историческая правда или вымысел современности? Эту тему сегодня обсуждали участники круглого стола, состоявшегося в центре российской культуры, а по сути попытку унионистских организаций в очередной раз фасифицировать историю. Широкий круг общественных, научных и политических деятелей дискутировали о намерении столичных властей водрузить в центре Кишнева монумент с трём мучеником, очередного символа поклонения унионистов. Есть инициатива в муниципальном совете по установке памятнику под названием Треймортирь. Общественность не введене, кому этот памятник посвечен, с какой целью он устанавливается и зачем, и почему это всё так происходит скрытно. Потому что даже инициаторов, господина Гузнака, как советника муниципального совета, который поставил этот вопрос на голосование, в повестку дня его внёс, он сам не может внятно объяснить, для чего этот памятник, и кому он предназначен. Памятник Андрею Ходорожи, Семёну Мурафию, Алексею Матьевичу, погибшим якобы от рук большевиков, был установлен в Кишинёве ещё в 30-е годы прошлого века. Его реконструкция, считают участники круглого стола, носит исключительно политический характер. Это были люди совершенно других политических и общественных взглядов. И всех вместе ставить на одну линейку, это очень неправильно. Делается это для того, чтобы в очередной раз унизить молдавское общество, унизить историю молдаван, унизить молдаван вообще, которые здесь живут, и показать, что всё это не перспективно, и что Румыния – это будущее нашей страны. И, к сожалению, это делается иногда руками тех политиков, которые в предвыборной кампании заявляют совершенно другие вещи, что они как раз здесь живут, что они борются за эту страну. В ходе обсуждений участники круглого стола отметили ошибочное мнение относительно молдавского поэта Матиевича, которого записывают в список жертв большевиков, и раскритиковали желание ряда чиновников и неправительственных организаций возвести памятник несоответствующей исторической правде. Нагрузка его вовсе не в прославлении имени Мурафы или тем более Матиевича. В данном случае речь идёт о том, чтобы к этим людям прицепить политическую идеологию. Это всё равно, как если бы Пушкину поставили памятник за то, что он прославлял Николая Первого. Поэтому, хоть увековечить память Матиевича, конечно, следовало бы, но не в такой форме и не с такой нагрузкой. Я больше того считаю, что если бы у неё низкая идеология тут была ни при чём, о памятнике никто бы и не вспомнил. Организатор круглого стола, общественная организация «Я Молдаванин» и «Я говорю на Молдавском» намерена потребовать от муниципального совета проведения публичных слушаний по вопросу установки памятника трём ученикам, а также выдвинуть инициативу об установке в Кишинёве отдельного памятника поэту Алексею Матиевичу. Полиция задержала подозреваемого в убийстве директора кассы валютного обмена в городе Фалешты. Напомним, кровавая расправа произошла в декабре прошлого года. 55-летний мужчина был смертельно ранен тремя выстрелами в голову и брюшную полость. В ходе оперативного расследования 25 мая сотрудники правоохранительных органов вышли на след убийцы, который, как сообщили в полиции, учинил расправу над жертвой дабы не возвращать долг в 20 тысяч евро. Эта должна быть быть у человека домичията в муниципе Чишинёв в возрасте 51 лет. Такой установка что concубин этого suspect в возрасте 50 лет будет импрометаться в луна декембре 20.000 долларов для убийства. Для того, чтобы не уйти сумма денег, suspect будет эффективен в пушкатуре для супер-виктимы. Норма приказительного эффекта на апартамент, который был влажен в Кирилл и декретарь с успехом, а также были влажены моими легитимациями для журналистов День Украины и с фотографией этого суспеха. Задержанный по делу об убийстве в фалиштах не первый раз в конфликте с законом. Апелляционная палата рассматривает дело по факту совершения другого убийства, причиной которого также стало нежелание подозреваемого возвращать долги. В году 2002 в пленную страду в фазе уной супермаркет из капитала суспеха будет пушкат только для того, что не будет уходить в сумме 4 тысяч долларов. В этом случае суспеха будет рассматривать пенал в базе 145 Чечен сам на умор код пенал Республики Молдова потребит легистрация персональной culпабельной совершения умора риск привычки либертати до 8 до 15 лет. В раскрытии данного преступления были задействованы сотрудники национального центра по расследованию особо тяжких преступлений. 10 тысяч леев таков денежный улов столичного грабителя. На совершении преступления в продовольственном магазине неизвестному понадобились считанные секунды. Мужчина незаметно пробрался в кабинет администратора откуда вынес крупную сумму денег. Его действия запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи видно, как подозреваемый совершает покупки, потом спокойно входит в офис администрации магазина и берет деньги со стола. Инцидент произошел утром 9 мая в продуктовом магазине по улице Дойна. По данному факту инспекторатом полиции сектора Рыжкань возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов обращаются с просьбой ко всем, кто опознал личность грабителя, сообщить в полицию. В случае доказательства вины подозреваемому грозит от 6 до 20 тысяч леев штрафа или тюремный срок до 4 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова